Компания перестраивается, у нас внедряется дивизиональная система управления, и мы как раз будем предоставлять вертолётное электричество строения. Часть компаний других, которые входят в УДК, самолётное электричество строения. Плюс внедрение проектного управления, оно за собой как раз повело то, что руководители проекта, начальники КБ и те, кто является руководителем проекта по определённым облигателям, они должны владеть рядом компетенцией, которые раньше к ним не предъявляли. Это, конечно, экономические знания, это знания даже ценообразования, как выставить неопростные работы, сколько это будет стоить. Деньги, это будут инвестиции, деньги это будут взяты с прибыли предприятия или с прибыли УДК. То есть вот эти моменты, они все были важнее. И сейчас важнее. То же самое со знанием языка. В общем, мы пришли к тому, что мы вынуждены доверечивать или переучивать своих специалистов, своих руководителей, чтобы эти компетенции дорастить. У нас у всех бесплатно в своей организации. Правда, учим во внерабочее время, и народ на это соглашается. То есть это ещё и дополнительная нагрузка. То есть это и английский язык у нас онлайн в этом году. Это проектное управление, это вопросы ценообразования. Стали интересны нашим КБшникам, руководителям КБ, руководителям директора программ, вопросы организации патентного дела. Потому что всё это нужно учесть в программе под двигателем. И, соответственно, это дополнительные средства для нас сейчас. И либо мы учим сами, либо нас ещё параллельно учатся оборон Стандарт и оборон Пром, корпоративный университет. То есть мы вливаем дополнительно денежки, те специалисты, которые к нам приходят, мы будем иметь до расчета. Поэтому я могу с полной уверенностью сказать о своей организации идею. Мы поддерживаем, мы считаем, что инженерам нужны экономические и монетарные знания. Несомненно. И я абсолютно с вами согласна. Вот это дело нам нужно продумать. Понятно, что мы не все 100% на это мы готовим. Понятно, что у нас определённая часть специалистов, которых мы в какой-то момент выдвинули свой резерв и назначили директорами программ. Именно они такую многозначную подготовку проходили. Поэтому то, что касается количества, здесь, конечно, нужно поднимать. Совершенно верно согласны с тем, что должен существовать баланс между инженерными, инженерными, экономическими и гуманитарными. Но однозначно мы эту идею поддерживаем и мы готовы сделать такой заказ. И более того, я думаю, что параллельно нужно думать и о курсах повышения квалификации или курсах переподготовки по этим направлениям для нашего участия. Спасибо. Спасибо.